Бусири в своих байтах пишет, что пророк, алейхиссаляту вассалям, является тем, чья речь и дела совершенны. Получив имя Мухаммад, что означает восхваляемый, Всевышний Аллах сделал так, чтобы его, пророка, салляллаху алейхиссалям, восхваляли и при жизни, и после смерти. Также его, алейхиссаляту вассалям, сделали тем, кто в судный день будет обладать шафаатом. Это сделает Аллах нас из числа тех, кто получит шафаат пророка, алейхиссаляту вассалям. Далее говорится, что Аллах избрал его и сделал любимым для себя, а ведь Аллах является тем, кто создал всех людей. Что же сегодня происходит среди нашей молодежи, когда спрашиваешь у них, кто же является твоим идеалом? Они, оставив пророка, алейхиссаляту вассалям, называют каких-то там футболистов, певцов, звезд шоу-бизнеса. И все бы ничего, если бы этого несчастного не звали бы Ахмадом, Мухаммадом и так далее. Это все является следствием того, что наши наследники не знают значения своих имен. Также Бусири в своих байтах пишет, что посланник Аллаха, алейхиссаляту вассалям, является дороже всех для всего человечества. Поэтому Аллах в Коране, в суре Аль-Ахазаб, в шестом аяте говорит смысл. Пророк, алейхиссаляту вассалям, ближе к верующим по вере и в мирских вопросах, чем они сами друг другу, а его жены – их матери. Жены пророка чтимы и запретны для верующих, как и их собственные матери. И обладатели родства – ровные родственники из числа верующих. Одни из них ближе к другим по книге Аллаха в вопросах наследования, чем другие верующие и чем мхаджиры. Но кроме этого, вы можете делать добро своим сторонникам, другим верующим, поддерживая с ними хорошие отношения, помогая им материально, завещая им что-либо. Это, данное положение, было начертано в книге, в хранимой скрижале, поэтому вы обязаны исполнять его. Разве наш пророк, саллиллаху алейхиссалям, призывает нас к употреблению спиртных напитков? Разве он, алейхиссаляту вассалям, призывает нас к тому, чтобы мы позволяли ходить нашим женщинам в полуобнаженном виде? Разве он, саллиллаху алейхиссалям, призывает нас к тому, чтобы мы устраивали между собой споры и раздоры, которые приводят к унижению и убийству друг друга? Нет ведь такого. Поэтому мы должны быть теми, которые предпочитают примеры поведения нашего пророка, алейхиссаляту вассалям. Также говорится, что жены пророка, саллиллаху алейхиссалям, являются матерями для верующих. Сегодня же, если мы спросим своих жен или дочерей, кем же является твоя мать, ходила ли твоя мать подобным образом, как ты, было ли у твоей матери такое поведение, как у тебя, поистине, как же мы сможем ответить на все эти вопросы? Поэтому Всевышний Аллах в Коране, в Суре Аль-Ахзаб, в 21-м аяте говорит смысл. «Был для вас, о верующие, посланники Аллаха, в его словах и поступках, прекрасный пример для тех, кто надеется на Аллаха и последний день и поминает Аллаха много. Поистине, такой дом, как у нашего пророка, саллиллаху алейхиссалям, в котором было все совершенно, из которого можно брать пример, нигде в истории больше не найдется. Вы только посмотрите, какую помощь и поддержку оказывала нашему пророку алейхиссаляму 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 алейхиссал Вот это и есть то богатство, которое Господь даровал ей. Она не была такой, которая, имея богатство, делала, что ей хочется. Она была той, которая оберегала свою честь и достоинство. Она не выбирала пророка, алей-иссаляту ассалям, говоря, что он какой-то олигарх или блатной. Она отправила сватов, потому что восхищалась его честностью.